а давай я тебя еще спрошу вот может быть ты поделишься с ребятами я может прокомментирую немножко усветы вот советских времен но через всю эмиграцию четверть века прошел интерес к радиатором таки знаете как вот не маски на водки с водой горячий как мы жили и таринзова зарезать да я извиняюсь батареи ей хотелось такие батареи установить тут но поскольку тут все локально то есть их локально включаешь локально выключали вот ей хотелось такие батареи сделать и мы чуть было не сделали такие батареи вот в этом доме который тогда лазал достроили теперь мы хотели в той в той перестройки которые сейчас начнем строить мы хотели тоже ну так вот она ваку с этой идеей носилась расскажите до чего ты доносилась с радиаторами ну понимаешь как здесь другая концепция опять же я с точки зрения физики мне кажется что правильнее нагревать воздух чем нагревать дерево которое не является проводным материалом ты имеешь в виду дерево которое на полу снизу да нагревать дерево которое на полу снизу иметь теплые полы тем более что мы не ходим по дому босиком в старых тапочках вот с моей точки зрения разум не нагревать сразу но здесь людей мы живем в калифорнии довольно мягкий климат у нас зимой температура ночи опускается максимум до 0 градусов при этом в доме если на улице 0 градусов а дома ночью не топим вообще мы все выключаем то будет плюс 10 вот утром стоишь плюс 10 уже включаешь отопление оно там быстрее подкрывается вот и здесь нет людей здесь не не ставят эти вот батареи нормальные как мы привыкли так называемые радиаторы водяные очень мало специалистов никто не знает как рассчитать их площадь там что-то такое и я практически их не нашла то есть это я столкнулась такими сложностями что я их не нашла что здесь делать здесь ставят вот это отопление в полу на сегодняшний день разработаны технологии уже как они это делают там есть специальная прямо знаешь такое покрытие в котором уже есть бороздки для того чтобы туда проложить такие пластиковые трубочки и фактически там все вся поверхность пола наделится на зоны эти зоны укладываются трубочки это довольно дорогостоящие мероприятия но пока раз дороже чем делать радиаторы потому что у него больше свечей больше обновленный радиатор это как батареи советские вот с кем-то говорила про обыкновенные советские батареи и тебе даже цену дали но они там хитро получилось поэтому я даже не хочу в эту сторону уходить там получилось хитро они вроде на батареи дали невысокие цену но для того чтобы сделать эти батареи сделать все слесарные работы подготовить там у них цена зашкаливала грубо говоря за подключение там к источнику источнику горячего понятно что там нужно бойлер какой-то бойлер нужно газ подключить то есть там есть свои сложности но они как бы эту сумму взяли меньше а тут я любую с контракторами там как дышло так вернешь так вышло они с его не упустят что так что там нет дело не в этом но просто есть работы объективную более дешевые здесь есть маркет маркет объективная определяется только тем что берешь критерий для того чтобы получить более-менее разумно оценку сколько строительство это должно стоить это только можно получить путем битов причем чем а если я всего один контрактор который не длится он может задрать любую сторону он может опустить и войдешь в какие-то конфликты говоришь сложно ведь не меньше трех я согласна что не меньше трех на самом деле чем больше тем лучше потому что все равно среднее где-то посредине находится от самых дорогих то есть нельзя брать самого дешевого нет потому что он окажется не таким дешевым окажется не таким дешевым не случайно еще и еще все нервы 3 но когда есть хорошие виды очень важными хорошие беды потому что некоторые контракторы тоже это хитреце они приходят домой они такие почтенные они такие растопыренные они приходят еще не в одиночку а с кем-то еще там за ними ноутс ведет и все они расспрашивают и что ты хочешь и смотрят на чертежи потом проходит неделя когда они должны дать вид и они говорят одну цифру и все потому что он рассчитывает на клиента который не знает тонкости он ему дает цифру и все да и мало того строительство никогда не обходится в ту сумму которая указана потому что возникает всегда какие-то мысли походу то считай 15-20 процентов на топ того что у тебя запланировано это как бы то есть 15-20 процентов сверху и это совершенно нормальная цифра но если он тебе дают цифру в которой ты даже не знаешь что включено а он то уж конечно не знает твой проект до глубины он тебе скажет да вот эти шкафы не были запланированы а вот тут я этого не знала вот это я не посчитал и потом во время стройки выяснится масса вопросов которые уже поздно решать и у тебя нет никаких обязательств с его стороны выполнить конкретно это или конкретно то то есть чем конкретнее расписан договор тем лучше и это очень важно и очень многие люди они им очень тяжело поскольку они никогда не вели дело со стройкой очень тяжело им сформулировать от чего же они хотят например говорят я хочу перестроить ванную комнату и вызывает контрактор это что вы хотите наверное посоветуйте что нужно делать а ему это какой бюджет спрашивает контрактор они говорят ну там вот я не знаю пригод мы еще не знаю но дело в том что невозможно потому что когда она они говорят делайте нам estimation сколько это будет стоить а он такая я же не знаю что вы хотите дело в том что плитку даже можно купить 3 доллара за скверфуд а можно купить 40 долларов за скверфуд и это совершенно разная плитка будет и в зависимости от того что они там себе имеют они может быть имеют ввиду что он положит за 40 а он имеет ввиду за 3 и получается у них совершенно расход в понятиях поэтому это все очень сложные вопросы очень многие контракторы я хочу сказать которые устали от работы с клиентами даже клиенты достают чудовищно ты договариваешься может быть да вполне добросовестно что-то говорит потом вытянешь тот человек имеет совершенно другое и это конфликты это нервы и так далее очень многие контракторы вместо того чтобы вот просто брать проекты они берут какой-то там фиксер аппарата сами его поднимают перестраивают как они считают нужным потом просто продают если вы не иметь дело если они хорошо купили в отдел том что контрактор только если у него дешевая рабочая сила в том смысле что если у него достаточно рабочих которые заняты на других проектах и у него есть свободное время чтобы их загрузить тогда это ему обходится дешево если он берется в контракторов но это все равно дорого и получается что если ты купил перестроил и продал ты не не окупая не получаешь прибыли а за исключением ситуации когда ты именно в момент покупки все это прибыли поделись удачный удачным приобретением да но ты не можешь вот так перепродать его надо перестраивать или например ты контрактор и у тебя довольно много рабочих и ты чувствуешь что они простаивают на твоих основных работах и ты мог бы их еще занять то есть они на зарплате находятся это уже приличный контрактор у него много работы да и он может много работ делать своими силами ему не нужно брать сабов никаких мы видели таких да то есть ему не нужно эти 15 процентов платить все время другим саб контрактором у него рабочие силы и так он платит зарплату это его расход стандартный он от этого не получает давай давай мы вернемся к твоему блогу потому что я ну не блог я фейсбук вот это я хочу понять тоже для себя у меня нет ясности вот тебе уже что то такое написали что тебе что тебе хотелось вот ради чего ты это делала были сообщения сообщения не было вот я говорю что позвонила женщина очевидно не хочет как-то лично да что то такое разговаривать она хочет я не знаю она просто попросила чтобы мы с ней встретились о чем будет разговор я не знаю я просто подозреваю да есть же самые общие вопросы например вдруг натолкнулась у нас тут есть на яхо группы натолкнулась на такой вопрос человек мается и тоже не знает как принять решение то ли ему дом снести и построить новые или перестраивать и те рассуждения которые он приводит опять же он услышал их от друзей от знакомых контракторов собирать информацию собирает информацию просто детский лепит вообще то есть то есть настолько он 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 спрашивает там что если он сносит дом то ему нужно платить там за школы а если он пристраивает то не нужно и речь идет там каких-то там 5-8 тысяч и все а в то время когда если он снесет и построит новый дом и ему сделает налоги налоги такие что мало не покажется он будет из года в год их платить то есть вообще у него эти вопросы выпускаются то есть он за три копейки для него важно это очень частный вопрос он привязан к местности я только об этом и говорю что это только наша местность и это только русскоязычное население потому что мы относимся немножко по другому к строительству чем америка хорошо давайте вот такой вопрос там мы книжка то все-таки по английски написано ну извините я писал для американцев но хорошо постой но но раз уже ты блогу тебя и такой вот можно что по-русски напишем не не буду переписывать книжку по-русски потому что она имеет смысл для аудитории здесь хорошо давай тогда может быть может быть раз уже мы беседуем и там есть ребята которые нас слушают может быть кто-то из них захочет перевести книжку на русский язык тем более им проще это сделать чем нам тут мы не знаем терминологии у меня возникает вопрос зачем эта книжка привязана еще раз она привязана сугубо к нашим условиям она там в России не имеет смысла за тем что есть люди которые живут там им интересно но они не понимают что написано они могут даже приехать в америку ну допустим или там собираться приехать в америку там через год или через три месяца и им интересно но язык это строительный язык это другой там не строительный язык ребята чтобы никто не заблуждался там язык очень простой потому что я тоже не супер-дупер англоязычный писатель там есть там все очень просто если вы собираетесь приехать имеет смысл по-английски я просто не понимаю смысла в переводе потому что она привязана к условиям здесь допустим ты ты не понимаешь мысли ты не хочешь переводить я понял но если кто-то переведет ты не против повесить что на русском русский перевод повесить ты не против хорошо при том что ты не понимаешь сама зачем тебе переводить но если кто-то готов перевести для тех кто хотел бы прочесть по-русски значит пусть переведет и площадка есть где можно повесить когда ты писал на эту книжку я помню время тебя просто распирала и подожди или ты вот как этот левша который кричал там англичане ружья кирпичом не чистят то есть ты ты хотел что-то сказать выкрикнуть выкрикнуть что-то как набатную функцию какую-то выполнить на тот момент когда завершаешь стройку у меня голова просто ломилась от маленьких микро открытий которые связаны со стрелец там и мне думал боже куда же мне все это предложить чтобы дать это людям мне хотелось поделиться чтобы эта книжка она называется это гайд да там я уж не помню как такое гайд для стрелеца руководства чтобы человек понял самые первые шаги слушай то есть получается что это не только я такой который с руководством бегать так еще и ты у меня такая просто жалко пропадает но как добро пропадает значит мы с тобой одной крови хотя и разных знаков зодиака так хорошо ну что же а вот чтобы ты хотела чтобы люди тебе вопросы задавали или или конечно мне было бы интересно если здесь задавали вопросом что они будут более точные да тут более точечно хорошо ты вывешивала дала ссылки на пару видео которые мы раньше снимали у нас на канале есть плейлистом практически 39 или 40 видео по разным кусочкам то что мы снимали наши стройки и и ты ты хотел их так потихонечку подвешивать после как бы предлагаешь тему для обсуждения вот вот этим или что это я не подвешиваю просто так то есть меткой задача вовсе нету я повесила комичные там собаками на крыше это жалко пропал кусочек ты его стер случайно там где собаки эти залезали на крыше там еще какой-то комичный кусочек когда на ходулях они там что-то с потолком делали это просто чисто для развлекательные какие-то вещи если возникнет вопрос какой-то и у нас будет эту тему видео его может будет подкрепить это другое дело а так просто я вас не собираюсь создать и езди ты пойми новое видео же будем какие-то сюжеты снимать на новые стройки может быть это даст толчок какой-то дискуссии может быть ну что же хорошо свет мы прибыли на место прохождения выходных и гости у нас но лежим они одни туда и мы с ребятами прощаемся до новых встреч и до новых бла-бла-бла счастливо